Дорожки Дорожки Прежде всего, на строительную площадку необходимо нанести контур будущей дорожки. Это можно сделать с помощью обычного колышка с закрепленной на нем проволокой. Смотрите, как ловко получается у наших рабочих прочертить на песке дугу. Затем делают ложе для засыпки щебня или песка. Для этого внутри установленных границ необходимо аккуратно выбрать грунт. Для устройства дорожек на слабых грунтах сооружают подушку из гранитного щебня толщиной 20 см. Также поступают и при устройстве дорожек, предназначенных для больших нагрузок. В остальных случаях плитку укладывают на песчаную подушку такой же толщины. Перед тем, как приступить к мощению дорожек, насыпанную подушку надо как следует выровнять и уплотнить. Плитку укладывают на сухую смесь или цементный раствор. Мощение начинается с установки регулировочных рейек. Это своего рода маяки, помогающие каменщику мастить дорожку. Именно они позволяют точно установить нужный уровень насыпаемой сухой смеси. Рейки также необходимо тщательно выровнять относительно горизонтальной плоскости. Строительный уровень будет незаменимым помощником в этой кропотливой работе. Теперь на спланированную площадку можно высыпать сухую смесь. Содержимое пакетов равномерно распределяется по всей области кладки. Избавиться от излишков поможет специальная планка. Плотно прижатый к установочным рейкам, этот нехитрый инструмент при перемещении собирает ненужный материал, оставляя за собой идеально ровную поверхность. Затем регулировочные рейки аккуратно убирают. Образовавшиеся пустоты осторожно заполняют сухой смесью, так, чтобы они оказались вровень с основной поверхностью. После этого, наконец, можно приступать к укладке плитки. Садовые дорожки из тротуарной плитки удобны и долго. В специализированных магазинах вы можете выбрать плитку самых разных размеров, форм и цветов. Чтобы обеспечить плотность примыкания плиток друг к другу, швы между ними тщательно заделываются сухой смесью и песком. Порой бывает просто необходимо использовать в кладке не целую плитку, а, скажем, только половинку. Из-за труднительного положения вас выручит специальный резательный станок. С его помощью плитку без особого труда можно разделить на несколько частей. Плитку подгоняют по месту ударами легкого резинового молотка. Во время мощения нельзя допускать перекосов плитки. Уложенные фрагменты дорожки обязательно должны располагаться в горизонтальной плоскости. Мощение дорожек – это важный этап благоустройства вашего участка. Среди земля прогревается солнцем и высыхает после дождя. Легко очищается от льда и снега, защищая прилегающую к горошке территорию и снега, защищая прилегающую к горошке территорию и облик как сада, так и дома, может достигать полутора метров. Вообще, для дорожки вполне достаточно ширины 100 сантиметров, чтобы на ней два человека смогли спокойно разойтись. Выбирая стиль мощения, не забудьте, что он должен соответствовать стилю вашего дома. Субтитры создавал DimaTorzok